Можно ли лично к себе взять все предписания святого Игнатия Брянчанинова и жить по ним, если нет духовного отца или не получаешь должного кормления по тем или иным обстоятельствам, связанным с сегодняшним недостатком имени у священников? Вы знаете, в такой общей форме очень трудно ответить, потому что у Игнатия Брянчанинова есть советы, рассчитанные на разный уровень человека. Есть советы для начинающих, есть советы для тех, которые действительно уже, я бы сказал, сделали кое-что, сделали, по крайней мере, оказались людьми способными принять твердое решение в своей душе, а третье действительно от того, что именуется этими земными, земными мыльными пузырями. Это первое. Второе. Конечно, трудно найти лучшего руководителя, чем Игнатия Брянчанинова. Ценность его сочинения состоит в том, что он переложил отцов применительно к нашему духовному уровню. Третье. У Игнатия Брянчанинова указываются два типа отношений к духовному. Первый тип. Отношений по послушанию. Второй тип. Отношений по совету. Чем характеризуется первый тип? Тем, что если вдруг человек найдет такого священника, но я думаю, не только священника. Это мы сейчас уже отождествились. Духовник, значит, священник. В древности совсем этого не знали. То есть и мы сами и житий святых знали. Святых не только священников. Правда? Не только священников. Так. Если вдруг встретится человек такой духовный и ищущий, убеждается, что это действительно не просто духовное лицо, а что это поистине человек, видящий душу, способный помочь. Это поистине святой человек. То есть к такому человеку, да, если он примут, с таким человеком возможны отношения по послушанию. То есть беспрекословного послушания его слов. Но об этом Игнатий Хринчинов пишет так. Духовных наставников вот таких теперь не стало. И восклицательный знак. Вы слышите? Восклицательный знак. Это пишет кто? Сам, который кажется, был же действительно духовным наставником. И он пишет такую вещь. Кстати, эту мысль подтверждает и Феофан Затворник. То же самое. Уже в прошлом столетии. Поэтому, что отсюда, какой вывод делал Принча Мина? Он говорит, сейчас у нас остались отношения по совету. То есть человеку нужно самому трудиться и изучать духовное наследие, духовный опыт святых. Изучать. И обращаться за советом, за недоумениями к людям более опытным, чем я. Более знающим. Он называет это старшими братьями. К ним нужно обращаться. Но! В чём разница? В том, что когда по послушанию, должен быть абсолютно беспрекословно слушаться. Здесь по совету, я совет, совет принимаю только тогда, когда вижу, что он, ну, действительно, он соответствует наследию отцов. Действительно, он соответствует тому, чему учат творения опытных людей. Если есть сомнения, надо проверять этот совет, опять-таки, кем? Святоотеческими творениями. То есть, аскетическим опытом, бесспорно опытных святых людей. Это очень трудно. Это, конечно, трудно. Особенно, если я ничего не понимаю. Как я могу проверять? Представьте себе. То есть, Игнатий Бричинов призывает к чему? К личному, тщательному изучению святоотеческого наследия. А мне что хочется? А мне это совсем не хочется. Мне хочется... Возник вопрос. Пришел, спросил. Все, понятно? Ничего самому не надо. Не думать, не гадать, не трудиться. Жениться или замуж выходить? Все, тебе сказали. Пожалуйста. Поступать или выходить с института? Пожалуйста. Тут же купить козу или корову? Пожалуйста. Вот мне кто нужен. Понимаете, кто мне нужен? Который мне все ответил на все мои вопросы жизненные. Вот эти. Вот что меня интересует. Меня гораздо больше интересует пифия какая-нибудь, знаете ли, там, греческая. Но, правда, я его назову духовником своим. Увы, к сожалению, на потребу появляются такие духовники. Надо искать людей, не то, что святых прозовников. Их, может быть, нет. Надо искать духовно просто более опытного, чем я, знающего. Но, повторяю, к чему призывается День Игнатия. К личному, самостоятельному труду по изучению опыта святых отцов. Тогда и старшие братья окажутся мне полезны. В противном случае мы будем обращаться к духовнику как к жрецу. Ропа от этого не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова